а здрасте всем привет уленьки продолжаем золотой колос и тут короче внезапная делишки у нас ночные появились все дело в том что у наших птичек закончился корм и на нашей корма смесители как она комбикормовый цех наверное завод называется да да комбикормовый цех можно привести прицеп пшенички и эта штука заново заработает что в общем то и надо сделать на один раз пока его отправляем только тихонечко чтобы никого не разбудить а то в округе все спят вот он сейчас ездит отвезет и мы друзья уже встретимся с вами утром здрасте еще раз утречка наступило 7 утра я сегодня даже нашим работягам дал поспать чуть больше потому что ночью пришлось поработать но это ладно в общем давайте посмотрим что у нас происходит на чем мы закончили прошлый раз и вообще что у нас происходит на ферме сейчас по всему пробежимся значит друзья начнем мы с полей в прошлой серии был сделан запрос на покупку вот этих вот полей и вот этих вот полей и вот этих вот полей значит они сейчас полностью готовы к посеву единственно 10 поле тут собран урожай да тут у нас была соя я ее собрал там ее немного получилось что-то около 45 кубов также на восьмом поле по моему рос лук на девятом хлопок я его перепахал в землю потому что но собирать смысла не было тем более немного и надо было технику в аренду взять короче понятно тут все рисовые чеки я закультивировал чтобы у них не требовалось спашка у нас в общем-то нигде тут спашка не требуется а известь я вот про известь забыл ну ладно это не проблема это можно будет сделать сразу после посева 4 5 поле у нас тоже готова к посеву 8 9 еще получается удобрены по одному разу потому что на десятом мы распыляли солому этого как слой удобрения было а здесь перепаха на урожай тоже как слой удобрения по извести надо будет посмотреть сколько у нас ее и если что ее надо будет купить также надо будет посмотреть по семенам что нам надо будет сеять с полями понятно далее погнали смотреть заводы начнем друзья с цеха рыбного корма он у нас стоит прямо на базе овес овса нету черт я значит жду овса я что-то думал что его можно будет сейчас запустить ладно тогда ждем овес он у нас посеян правда еще не созрел какое-то количество рыбного корма у нас будет завод соков и джемов тут вот я как раз думаю что может быть имеет смысл посеять морковь для производства сока клубника у нас растет и скоро вырастет и сейчас у нас растет свекла с помощью которой из которой мы сделаем сахар в общем-то денежки зарабатывать будем но пока это предприятие у нас тоже стоит комбикормовый цех был запущен ночью сегодня я туда отвез 45 кубов пшеницы в общем-то делается комбикорм производство становится и остановится как бы и фиг с ним также друзья сахарный завод но тут в общем-то все понятно по сахарному заводу соберем свеклу отвезем туда также в прошлой серии мы поставили скотобойню за кадром я отвез туда 1000 овес они все переработались и 800 точнее 80 кубов мяса у нас там лежит пускай лежит мало ли когда-нибудь пригодится просто так продавать его не буду но и в общем-то по заводам все далее погнали по животным пробежимся значится у птичек корм есть вода есть все хорошо яиц уже 76 кубов тоже мы просто храним мясо 22 куба единственное только птички наши уже состарились некоторые поэтому надо будет во первых можно в принципе это сразу сделать старые несушки забой на мясо 5000 из малого корпуса мы забиваем и 640 из большого корпуса мы тоже забиваем остается еще восемь тысяч птичек но они завтра состарятся поэтому надо будет сегодня съездить и купить поддоны с яйцами и начать их постепенно закидывать в инкубатор мясо стало чуть больше по рыбхозу по рыбхозу вернемся потом отдельно далее друзья коровник у коровок тоже в принципе все хорошо есть молочко возможно мы скоро увеличим склад молоко надо будет конечно же перерабатывать чтобы с ним можно было что-то делать пакетированы или на другие заводы но пока вот храним так также на коровнике у нас кстати уже есть 209 кубов навоза и возможно имеет смысл его перевести на компостную яму переработать в компост но пока что в принципе не горит поэтому не так интересно также у нас есть 400 коровок уже старых то есть те которых мы покупали они уже все состарились соответственно их тоже надо будет сегодня отвести на убой толку от них нету соответственно молодняк подрастающий продуктивное все это дело у нас развивается потихонечку возможно в каком-то обозримом будущем у нас будет полностью забиты коровник и все будет хорошо по еде у них тоже все хорошо с учетом того что мы поставили склад около коровника кормить коровок с каждым днем становится все проще и проще принципе это можно делать хоть каждый день просто давая им еду нажимая несколько раз такие вот кнопочки и заполняя все кормушки все в общем-то у коровок хорошо всегда по овчарни молоко еще есть соответственно у нас остались только молодые и подрастающие овечки молодняк перевелся в подрастающий корпус там освободилось место потому что мы волшебным образом превратили их в мясо вот тут в принципе тоже всегда можно в любой момент это все дело вот так вот пополнять стрелочками ничего возить не надо единственное молоко да надо будет возить в общем-то овечки тоже будут жить своей жизнью развиваться и все у нас тоже будет хорошо там с животными тоже все понятно сады и теплицы но на восточном тепличном комплексе все по-старому тут у нас растет клубничка да кстати я забыл обновить поставить фикс я там пару серий назад говорил о том что грунт не надо было вносить так это уже оказывается эта проблема висит давно и почему-то только я об этом разработчикам сказал короче ближайшем фиксе там может уже даже и выложили его на данную минуту но не важно короче растет все хорошо сад находится на стадии созревания компоста что-то как-то прям мало осталось что странно что вот это количество обнуляется все время точнее не обнуляется округляется но ладно да около сада плодовых деревьев еще стоит у нас наша пасека возможно ими и имеет смысл перестать куда-нибудь другое место тоже очень-то займемся ну и последнее друзья это рэпхоз сюда я привез все ингредиенты на стройку в принципе вот последний который мы не сделали прошлой серии это 30 кубов бруса на все переработалось вот этот контейнер забрал поставил так что 8 утра здесь начнется стройка и надо будет эти самые контейнеры отсюда позабирать для них в принципе тоже есть работа для этих контейнеров поэтому разберемся в общем то погнали развлекаться по очереди все полномерно делать посмотрим что сегодня успеем что не успеем что следующей серии очень-то погнали первое друзья что надо сделать самое простое конечно же покосить траву поэтому идем отправляем вот этого вот товарища давай отправляйся отправляем его косить все стандартно все как обычно на 18 поле шуруй коси траву потом может быть когда-нибудь куда-нибудь она пойдет это есть далее друзья далее нам нужно записать авто драйв на наши новые поля в частности на рисовые чеки потому что эту карту авто драйва когда я делал тогда еще не было рисовых чеков и невозможно было туда доехать я думаю что мы вот на этом тракторе пойдем это делать потому что сразу же отправим этого товарища сеять рис или рис мне рис мы не в последнюю очередь там надо будет хотя вообще без разницы в какой последовательности это все дело отправлять поехали нарисуем авто драйв я думаю что селку мы бросим здесь и отсюда по той же самой схеме как у нас тут на соседних полях это все сделано по той же самой схеме в общем-то и запустим его рисовать отсюда единственное сделаем здесь такой плавный поворотик сразу чтобы потом сюда не возвращаться вот это тоже соединяем и вот это мы соединяем ну и дальше не совсем я помню как я там сделал ну ладно сейчас по какой-нибудь схеме очень-то придумаем черт я что-то не то наделал вот так вот должно быть вот сначала к выезду потом подсоединяем поля в общем-то все все как обычно так вот Ну, вроде как-то так, хотя есть у меня сомнения, что я тут навертел какой-то херни Также, кстати, друзья, надо еще сделать автодрайв, раз пошла такая пьянка к нашему гаражу, который здесь рядом находится, ангар Потому что я собираюсь начать им пользоваться Давайте-ка мы его для начала откроем Так, выезд у нас здесь есть, можно, в общем-то, все сделать красиво Давайте тоже сейчас это по-быстрому здесь оформим Вот, друзья, вот такая вот у нас схема получилась Создал я там две точки Парковка-рис-возилка и парковка-рис-комбайн У нас будет жить здесь наш комбайн для риса Потому что для остальных полей мы купим новый И вот эта возилка на 45 кубов, я ее тоже отправлю жить сюда Поэтому перетаскиваем вот эти вот папки в парковку Точнее парковки в парковку, а поля в поля Логично, правда? Вот, чтобы все было красивенько Ну и, в общем-то, с автодрайвом вроде как все Можно теперь отправлять вот этого пацана на пассивную Вроде как это должно будет работать Только сеять здесь мы будем не овес, а, конечно же, рис Поэтому меняем ему, во-первых, задание для автогруза На рис, на загрузку, на выгрузку Отдельную сейлку для этого покупать не будем Это, в общем-то, сойдет Почему нет? Рис, вот так вот И, конечно же, курс плей Пожалуй, можно и начинать А, ну да, еще и автодрайв ему надо тоже забубенить Это мы начинаем с поля номер 16 Все, есть пополняйся, есть сей На парковку пока не надо, только разгрузка наполнения Ну и вроде как эта вся схема должна будет работать Далее, друзья, разбираемся с техникой Тоже продолжаем Во-первых, вот этот самый комбайн Ну-ка, иди сюда У тебя парковочное место на парковка-косилка А, у тебя даже не назначено парковочное место Ну, ничего страшного Сейчас мы тебе назначим Парковка-рис-комбайн Назначаем тебе и назначаем жатки И давай едь туда Ты там будешь дальше жить У тебя все будет нормально И вот этот, нет, не вот этот трактор Другой, вот этот трактор Ты у нас возил зерно с этим, понятно? У тебя, друг, будет парковка-рис-возилка Назначаем тебе и назначаем трактору В смысле трактору и прицепу одновременно И, в общем-то, тоже едь туда Ну и, как я уже говорил, будет обновление техники Потому что у нас еще деньги остались Поэтому поехали, в общем-то, прикупим парочку нужных нам вещей Во-первых, друзья, что нам надо? Во-первых, у нас появилось много полей Нам не сильно мы будем часто им пользоваться Но нужен классный культиватор И по старинке, как и в прошлые разы И, наверное, почти все мои прохождения Я больше всего люблю вот этот 16 метров ширина Вообще шикарная штука Не так дорого стоит, кстати Ну и ему, конечно же, нужен большой трактор Желательно голубого цвета Я обычно беру Нью Холланд Т8 Но сейчас у меня есть желание взять что-нибудь другое Только надо выбрать что? Может, Вальтру? Он голубенького цвета под цвет Давайте Вальтру Че уж, че, че нет Тоже как раз ровно 400 лошадок у нее получается Заверните, пожалуйста Это есть Далее Нам нужна нормальная сажалка Потому что у нас есть только вот такая Если мы вдруг все поля захотим засеять свеклой А есть такая перспектива Нам, в общем-то, нужна нормальная сажалка И возьмем вот, опять-таки, вот эту Ведерштадт Видимо, она называется 129 тысяч мы ее берем 300 лошадок она требует И нужен какой-нибудь трактор на 300 лошадок И желательно красный или желтый Класс, как-то не хочется брать Гусянки тоже не хочется Ломающаяся рама тоже прям не вариант Ну, видимо, кейс Магнум И, видимо, опять Более мощный двигатель смысла ставить никакого нету Колеса, пускай будут, как и по старинке Широкие шины и балансировка одновременно Это есть Также, друзья, у нас есть два чизель-культиватора И желательно, чтобы их было два Но к одному из них нет трактора Поэтому тоже надо взять новый трактор Для чизеля И что мы возьмем Раньше у меня был фиатик Нужно на 150 лошадок что-нибудь Может, вот эту штуку взять У него есть двигатель помощнее У него есть двигатель помощнее Тоже балансировку колес можно поставить Давайте вот этот трактор мы возьмем То есть два чизеля у нас должны быть всегда на готове Это есть Также, друзья, я хотел взять отдельный трактор для нашей тюкалки Вопрос Сколько надо лошадок для нашей тюкалки? 150 Не так уж и много Опять-таки, средний трактор какой-нибудь для этого подойдет вообще как нифиг Дайте вот этот Не знаю почему, но мне хочется его Двигатель мощнее стоит тоже смысла нету Берем его в стандартной комплектации Есть Во, нормально мы тут уже набрали Но это еще не все Самое дорогое, друзья Нам нужен новый классный комбайн Во-первых, это раз Не знаю даже правда что взять С одной стороны хочется не повторяться С другой стороны у нас уже все было Поэтому давайте класс Самый большой бункер Самый классный комбайн Не вижу смысла что-то менять Никто все равно никогда не заметит И конечно же ему нужна жадка Самая большая, самая классная Берем модовскую Которую так настойчиво хотели Чтоб я установил Устанавливаем на нее цвета класса Декальку класса разумеется ставим Вот такую Какой тут цвет нужен? Белый наверное цвет дизайна Да, классовский белый Вполне себе для этого подойдет Обода можно тоже классовский Красный поставить Нормально Нормальная жадка Нормально выглядит вполне себе Это есть Кукурузную пока что брать не будем Не знаю понадобится ли она Нам хоть когда-нибудь Также друзья Нам нужен комбайн для свеклы Потому что Свеклы видимо будем сажать Свеклу Будем сажать часто Ну да Во-первых жадка Свекольная Стандартная Вот такая мы ее берем Ну и комбайн конечно же Точно такой же Мы берем Я бы может быть и взял Вот эту вот Ропу Тайгер Но друзья Он не собирает морковь А этот можно будет потенциально Еще использовать для морковки Если будем собирать морковку Морковную жадку Потом тоже со временем купим Ну еще друзья Я хочу купить Фуру Которая будет возить Всякое зерно И работать с комбайном Стандартную Берем Прицеп к ней Вот такой вот Берем И конечно же Сам тягач Берем тяжелый ман Опять таки И покрасим его В красный цвет Без разницы Наверное какой Обод пускай будет черный Во Во В общем то смотри Сколько всего дерьма Мы сегодня купили Вот в принципе этим ребятам Можно сразу же обозначить Парковочные места Потому что они освободились Например Вот эта штука У нас будет жить На парковке Культиватор Слушайте Прикольно оно выглядит Синяя вальтера Тоже довольно забавная Оранжевая круч Так Парковка Культиватор Назначаем тебе И назначаем тебе И на парковку Сразу же отправляем Там оно по моему Даже все открыто Далее товарищ Ты Тебя мы тоже цепляем Пока работы для тебя На данную секунду нету Хотя вообще на самом деле Даже есть Значится Парковка А как же она называлась Сеялка Там была парковка Которая Для Сейчас посмотрим Парковка Фэнт она называлась У нас раньше Фэнт был С сажалкой Видимо Парковка Культиватор Парковка Сеялка Или парковка Фэнт Да Все правильно Парковка Фэнт значит Мы назначаем Планирование Случай Хотя можно и сжатку На самом деле Туда же Класс Короче тоже есть Паркуйся А вы ребята Пока стойте здесь Вам парковаться Как бы и негде Погнали на базу Посмотрим что там происходит Так культиватор у нас Припарковался Он молодец Сейчас сюда еще Приедет и Второй трактор Они должны будут Вот тут у нас Три гаража Короче здесь живет Самых наших Три топовых трактора Вот он приехал И припаркуется Там тоже все будет хорошо Далее Давайте перехватим Вот этот вот трактор Он у нас Для чизеля Насколько я помню Там на самом деле Для чизеля Тоже есть место На этой стоянке Я просто не помню Как оно называется Парковка класс Оно называется Парковка фиат И парковка класс Замечательно Сейчас мы назначим Эти самые парковки Вот эту вот сажалку Мы продадим Там есть немножко удобрений Но мне настолько впадло Их выгружать Ребята вы бы только знали Да и цепляем Хотя тут много удобрений Блин а там же Новая система какая-то Которая мне Не сильно Нравилась Сейчас оценим Разгрузить Насколько далеко Можно нести Не сильно далеко Можно нести Значит дубль 2 Сюда выставляем Поддон Бзды И он нихрена Не выставился Да Или я не ту кнопочку Нажал Черт Так короче Мы не мучаемся Автогруз Новая задание А ну да Транспорт Новое задание Выгрузить в склад Товар из секции 2 Удобрения На ферму Один раз И расскажи нам Об этом И да Ему сейчас будет Капец как тяжело Добраться И мы не можем рулить Но вроде как Я даже немножко Попадаю туда Да Бздынь Он не выгрузил Все А почему ты не выгрузил Все У меня есть конечно Теория Почему он не выгрузил Все Потому что объем 360 по умолчанию Стоял Сейчас должен был Выгрузить все Да Он теперь выгрузился Ух ты Трактор даже перевернулся Спустя этот вес Так Это мы выгрузили И этому товарищу Мы тогда назначаем Тоже парковочное место Парковка Класс Раньше просто Классовский трактор был И все Есть паркуйся У тебя все получится Ну а сажалку Саму мы продаем 15 тысяч Но на данный момент Это вообще не интересно С этим понятно Далее Для тюков У нас тоже есть Трактор Мы специально купили Для тюкалки Или наоборот Мы брали Неважно Они плюс-минус Одинаковые Оба справятся И с тем и другим Значит будет так Ты у нас теперь Будешь работать С тюкалкой Всегда Не надо будет мучиться Переставлять трактор Парковочное место Нету И впадло его Сейчас прописывать Может быть Когда-нибудь Это тоже готово Так Ты едешь Паркуешь У тебя все нормально Комбайн приехал Припарковался У него тоже все нормально Ладно ребят Я на этом тогда С вами прощаюсь Не забывайте Про лайкучики Комментарии Если на канал Не подписан То подписывайтесь Спонсорам Огромное спасибо За поддержку И всем в общем-то Огромное спасибо За просмотр С вами был Никита Дилай И всем покаки